Сегодня выхожу из подъезда и слышу такую фразу Нет в жизни счастья Я остановился, дай думаю, послушаю, что там о счастье говорят Одна женщина рассказывает другую Никак не могу выспаться, вот вроде уже и встаю поздно И все равно не высыпаюсь Я смотрю на часы, время 10 часов утра Точно подумал я Счастье, оно напрямую связано с режимом сна Оно зависит от того, во сколько мы встаем и во сколько мы ложимся Как бы это ни было удивительно Расскажу о своем эксперименте, который я проводил еще в школьные годы В какой-то момент я заметил, что иногда прихожу в школу, голова тяжелая И спать на уроке очень хочется, и вообще настроение какое-то не очень А иногда наоборот прихожу, и такое бодрое состояние, и радость такая И прям движуха, думаю, от чего это зависит И отслеживая закономерность, я для себя вот что открыл Что если я просыпаюсь утром до 6 часов Скажем, часов 5 Да если еще активно позанимаюсь Физическую нагрузку какую-то телу, да То у меня настроение просто шкалит И голова легкая, и бодрость такая И здесь аж все вот так вот поет И всех любишь Смотрю на своих одноклассников, они ходят такие хмурые Говорят, ой, не выспались Вот за 5 минут до того, как выходить в школу, встали И я снова и снова это проверял, и это подтверждалось Мало того, я еще и кроме того, что создавал для себя ранним подъемом состояние счастья Я еще и приносил пользу людям Какую пользу? Был какой-то отрезок такой небольшой в моей жизни Когда я помогал дворнику очищать зимой снег Ну что, я встал в 5 часов, сделал зарядку Еще времени столько до того, как идти в школу Выглядываю во двор, а там снегом все замело Я выхожу, говорю, давайте я вам помогу И помогал нашей тетне-недворнику очищать снег Если мне кто-то скажет, что Ну, это вот ты там жаворонок, тебе легко рано вставать То я скажу свое мнение Я не признаю этой теории про жаворонок и сов Почему? Попробуйте просто несколько дней Вот уперто вставать в 4 часа Через несколько дней вы к вечеру будете просто выключаться И не будете засиживаться до 2 часов ночи И утром вам тогда будет легко вставать Когда тело уже нами вытащено Вот из этого естественного ритма Оно, конечно, по привычке, что там в 10, ну ладно, в 10 А то, что вот такая голова Для того, чтобы понять то, о чем я говорю, не надо меня слушать Надо просто это проверить на себе Встаньте утром В 10 утра И вот осознанность, включите свое внимание По телу пройдите Послушайте, какая у вас голова, какое у вас состояние Все это зафиксируйте А потом встаньте часов в 5 утра И опять зафиксируйте, какое у вас состояние, ощущение в теле И какое у вас настроение И как у вас день будет вообще в течение дня Как у вас будут складываться события и ситуации Какое у вас будет состояние И вы увидите разницу И это будет ваш опыт, а не мои Просто слава Ну и по поводу еще тогда засыпания уже сразу добавлю Тоже на себе проверю Если я ложусь где-то, ну до 10, скажем 9-10 часов То я, вот голова только до подушки Я сразу выключился И ушел в иные миры путешествовать И потом утром раз, проснулся, глаза открыл Такой свежий, весь радостный и бодрый Если я ложусь позже 10 Это позже 11 А если еще и бывают ситуации, когда после 12 То я начинаю вертеться с боку на бок Я не могу заснуть Но здесь я могу себе придумать теорию Да, я вот сова, я не могу заснуть Да ничего подобного Просто я выпал из ритма соединенности с природой Весь мир живет целостный такой Во взаимосвязях и в неких закономерностях А мы такие вот, ааа, человек, кто там царь природы, по-моему, да Сами себе придумываем какие-то свои законы А в природе абсолютно без разницы Соответствуем мы ее ритмам или нет Но когда мы этим ритмам не соответствуем Мы теряем тогда и здоровье, и состояние счастья Поэтому нам надо выбирать Быть целостным и гармоничным со всем миром, жизни, вселенной Ну или быть таким отделенным, больным, невыспавшимся и несчастливым Не слушайте меня Проверьте просто все, что я сказал на себе Проведите свой эксперимент А потом можете поделиться с другими Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok